привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это визуальная новелла атаназия и мы с вами продолжаем итак мы продолжаем наворачивать круги по аду туда сюда сюда туда и проехавшись на лошади прошу познакомиться это лошадь да да именно так выглядит лошадь в аду ну а это скажем так относительно если кто-то попал на эту серию впервые случайно советую смотреть сначала иначе ничего непонятно и крышу ездит окончательно итак мы с вами продолжаем лошадь нас довезла до какого-то странного помещения здесь мы и расстанемся джосая предлагаю передают себя обитателю этого зала сказала нам лошадь ну ладно давайте посмотрим если конечно ты не хочешь вырвать себе еще кусочек то есть мне то есть себе для меня из себя нет это было один раз и я был не в себе что ж удачи тебе прийти в себя и в город вполне милейшая лошадь она правда съела нашу икру в смысле часть ноги ну да ладно мой четвероногий проводник сделал несколько шагов обратно в коридор и тут же исчез словно растворился неторопливо шевелящихся стенах как будто его никогда и не было что даже грустно я даже не успела поблагодарить даже не спросил его имени надеюсь мы больше никогда не встретимся вокруг неторопливо вздымались и опадали полупрозрачные мешки они сужались кверху и переходили в тонкие стебли сплетающийся запутанный ковер трубок над головой уже на легкие у нас занесло центре же возвышалась что-то она жила дышала содрогалась от пульса громадных сердец обалдеть почему-то мне в голову пришло солнце слова алтарь пузырчатая масса запертая в клетку из огромных костей алтарь а вокруг его храм красиво правда у моим год тут и здесь я кай теперь уже просто кай они забрали у меня даже имя моей семьи впрочем мою семью они отобрали гораздо раньше забрали все оставив только жизнь то единственное что они отобрать не в силах жизнь и роль заговорщицы эта роль прилипла ко мне сильнее чем я ожидала и даже здесь от нее не удается избавиться роль заговорщицы даже здесь не удается избавиться ого а это не то ли из этих невосстанцев или как они там повосстанцев не из них ли не то ли их предводительница не знаю не знаю ладно давайте посмотрим кай ну звали только разве к избали или кай я не понимаю я знаю мальчик мой я знаю если техники сделали свою работу как надо сейчас ты словно младенец ребенок попавшего ужасные условия я не ребенок я же сая а дутловатое сморщенное лицо кай исказилось еще больше под нависающей складкой плоти невозможно разглядеть его глаза она обрадована опечалена как будто все сразу нет хуже судьбы чем сохранять память об этом месте она покачала головой замолчала ее тонкие пальцы резко сжали складку почти над под горлом но тут же отпрянули словно она привыкла к чему-то другому на этом месте но пока что не знаю ну вот я блин как же звали то эту сейчас секундочку я прям вот прям не могу если у нас это сохранка то там нет там у нас нету сохранок с этими заговорщиками но как же я свалит не она ля хотя может быть она еще там городе живая здорова это нашего джосая сослали ну да ладно лошадь сказала мне что ты знаешь как попасть в город это правда знаю какое громкое слово я хочу и планирую туда попасть но это не слишком себя помогает правда ведь я не знаю я знаю только то что мне говорят кайт тяжело вздохнула чего по ее шейным кишкам прошла волна движения не кишки намотана вокруг шеи она повела рукой в сторону указывая на алтарь знаешь что это это зерно волшебный боб из которого растет дерево до самого неба и поэтому дерево мы можем подняться наверх я оглядел красное медленно пульсирующие месиво из которого вверх действительно тянулся ажурно-костяной трубопровод он скрывался сплетение влажных сосудов на потолке боб дерево я не знаю что такое дерево но это точно не она потому что это легкие а постами младенца говорит истина до вывернуты наизнанку мир никто не знает как выглядит дерево но каждый знает как выглядят легкие или печень или сердце впрочем теперь я понимаю почему но что здесь делают легкие да еще такого размера что делают дышат я полагаю выполняют ту функцию которая навязана им их формой у меня есть идея догадка не более я думаю что таких ужасающих деревьев очень много именно они фильтруют воздух города очищают его от пыли и грязи теперь понятно если это огромная дыхательная система проросла напрямую в город значит я прищурился пытаясь разглядеть костяной воздуха вот подробнее смогу ли я в него втиснуться не жморься так сильно самого важного от отсюда не увидишь между этим проклятым адом и городом большое расстояние гораздо больше чем ты думаешь даже если ты сможешь было на тебя руки из суставов и влезть трубу город отделяет от пещер 10 метров сплошной преграды для воздуха в ней есть проходы для тебя нет если только ты не в жидком состоянии от куда ты это знаешь ты думаешь я первая кому пришла в голову идея выбраться отсюда я научилась на чужих ошибках наверное это мой талант находить союзников и последователей самых неожиданных местах мой талант проклятие судьба называй как хочешь черт а ведь лошадь обещала что здесь мне помогут впрочем ее формулировки были очень туманными так 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 ладно кажется мы не обманули да да я поразилась покрепче когда первый раз это услышала теряюсь догадках как будто этот мир действительно сошел с ума и грызет сам себя город живет на этой пленке так я тут называют как плесень на сыре две части одного целого пленка говорит с людьми вмешивается в компьютерные записи растет в стенах домов но при всем этом город и пленка каким-то чудом разделены мясо остается здесь порядок сохраняется там как почему безумие лошадь сказала мне что пленка это он не понесу консенсус кажется да консенсус многих голосов групп по интересам и одна из этих групп хочет чтобы город существовал к изволнованно отступила мясистые складки на ее теле раздулись и запульсировали от наполнившие их крови казалось стоит только коснуться их кончиком кирки и всякой с громким хлопком разлететься кровавыми кулачками безумная идея но она объясняет столь многое она объясняет это противоречие одна часть этого огромного мясного монстра хочет сохранить город вторая хочет его захватить внутренний конфликт конечно же как же мне это знакомо удивительно человеческая черта правда впрочем если вспомнить что это чудовище сделано из людей впитала вместе с мясом все наши слабости я рад что тебе понравилось это идея лошадь считает что ее придумал я может быть может быть так и есть ты такая чтобы спорить с лошадью и она туда же по ее лицу даже невозможно сказать издевается она или нет эти глубокие трещины морщин вполне могло быть могли быть улыбкой ты говорила что твой талант находить союзников как считаешь сможешь вступить в союз с этой части пленки частью жаждущий пробраться в город используешь мои же слова против меня как ловко память у себя повреждена но он сохранил остроту до джесса я но нет я стара говорят с возрастом приходит мудрость никогда не ощущала себя этой штуки в основном люди принимали за мудрость мою ворчливость но с возрастом приходит и кое-что другое страх страх всего нового всего непонятного и всего чудовищного конечно же она подняла руку посмотрела на нее по ее телу прошла крупная дрожь это тело это ужасная невыносимая одежда пародия на одежду этот тот максимум союза с пленками который я готова пойти счастье я думаю союз пленка нам не понадобится ведь у меня есть союз людей жаждущих покинуть это место таких же людей как ты ты ту и тут и тут партизаном словно эта мучительная судьба преследует меня жуткое предназначение создавать вокруг себя непротивление снова и снова куда бы я не попала ну да это та самая кайф я просто не помню как ее звали эту предводительницу этого непротивления неужели же это она там же была тогда облава наверху но хотя прошло время мы в нашем этом варианте повествования не дошли до той главы но они же существовали значит это она обалдеть но у нас есть план опять наконец-то конечно же у нее должен быть план говори я буду твоим союзником все что угодно лишь бы попасть город ты этого не знаешь но здесь внизу не просто хаос мясо костей кишок это место настоящий котел в котором перерабатывается и трансформируется плоть наверное души о чем я думать совсем не хочу да точно мой друг зоб перерабатывает овощей в суп суп на мальчик тоже пережил прежде чем пришел ко мне это был неплохой суп чуть кислый мгновение она прикрыла рот ладонью ладно ладно послушай я никогда не была сильно в науках но в этом и польза объединение с другими людьми азни знают то чего не знаешь ты один из моих союзников может сделать взрывчатое вещество из того что производит это проклятое место аминофальмегидит тулул и кислоты тулул друзья просто я просто не знаю они настолько сильно взрывчатых веществах и прочие умные слова органические формула когда-то бывшие людьми людскими телами ты хочешь взорвать опять взрывы я хожу по спирали своей жизни как заевшие игла по пластинке поскорее бы это надоевшая композиция закончилась да я хочу накачать эти чертовы бронхи взрывчатка по самое горло и поджечь фитиль пусть город хорошенько прокашляется темноте скопившийся над ее капюшоном сверкнули от от цветом белки широко распахнутых глаз я попятился пытаясь нашарить рукой позади себя выход обратно в пещеру но наткнулся на мягкую стену ты боишься жертв но здесь никто не может умереть ты боишься осуждения после того как мы выберемся наверх некому будет осуждать я боюсь тебя но мне нужно выбраться отсюда до тех пор пока путь ведет меня наверх это правильный путь что я должен сделать просто спросить маленькая но важная роль спросить у охранника полимерного озера какую именно цену он запросит за краткий доступ к самому озеру подставить что ли хочешь не бойся у всех есть своя цена даже у демонов в аду цена или уязвимость не обязательно деньги это может быть другой человек идея или мечта покажи мне дорогу к озеру хороший мальчик кай передвигалась по скользким заросшим плотью коридором удивительной легкостью она ковыляла и судорожно подергивалась но как будто только для вида или может быть по привычке проход по которому мы шли становился все шире в него открывались темные дыры других пещер из которых доносились самые разные звуки и запахи вскоре все запахи исчезли под слоем тяжелого едкого и терпкого смрада чем дальше мы шли тем гуще он становился казалось еще немного и он начнет разъедать кожу испещряя кратерами мышцы я отчаянно заморгал едва удерживаясь от того чтобы потереть рукой глаза да нет урок к остановилась когда впереди показался большой зал большую часть пола в нем занимала круглое углубление заполненная медленно шевелящимся супом почти таким же как в животе у зуба обалдеть там ручки плавают вот это проклятое место удивительно как легко человек превосходит свои же самые дикие фантазии об аде как легко он делает это себе подобными как будто мы созданы кем-то специально для ужасных вещей опять я разочаровалась ты не забыл что должен сделать ну просто спросить правильно теперь ступай я послушно пошел вперед и вышагнул в зал полимерного озера но это самое полимерное озеро где из которого потом делают брикеты отправляют наверх а из них уже как они там эти печатают на принтерах все подряд и этим между прочим занималась сестра нашего героя бригитта сестра по кластеру они же там обнаружили глаз который очевидно не растворился окончательно в этом супе теперь все складывается пазлы складываются да кай ну да кай же взывали эту по восстанку противление огромные трубы жадно лакают из яма ее содержимое но уровень озера не уменьшается сколько же овощей нужно чтобы наполнить этот огромный желудок я прошелся вдоль края еще немного и оглянулся к и больше не видно можно остановиться и подумать она хочет взорвать город более того она хочет пустить в город пленку чему это приведет на чьей стороне я какое решение приблизит меня к небу да это откроет нам пусть наверх да если мы действительно бессмертны то никто не умрет но имеем ли мы право обрекать других людей на такие страдания на эту ужасную судьбу кто-то другой там наверху явно считает что уж он то такое право имеет я оказался здесь не по своей воле чужая воля чужой план в отчаянии стукнул себя кулаком по голове глупый глупый обмануты и заблудившийся джосая как я могу принять решение если ничего не понимаю тебе помочь опять ты блин опять ты а нет подожди это похоже черт тот был с плеткой а этот с дубиной ну елки охранник полимерного озера я слишком глубоко задумался и не заметил как он подошел что же делать нужно потянуть время что у меня кулак побольше да и бью я посильнее могу помочь разбить тебе голову это ты юморист блин нет нет спасибо я уже закончил тогда впитайся обратно в шахты сейчас сейчас быстро тут он прав мне нужно принять решение и быстро просить охранника о цене материалов из озера рассказать ему о плане кай мне кажется знаете что друзья что у этого черта нету никакой цены вот ей богу так но мы с вами делаем что мы с вами делаем с охраночку да вот и давайте спросим хотя я очень я очень сомневаюсь что это к чему-то хорошему приведет но давайте спросим как сказала кая в этом и есть польза объединение с другими людьми они знают то чего не знаешь ты не знаю какое тут может быть объединение с этим демоном если она разработала этот план я могу на него положиться даже если не знаю сам всех деталей могут ли мои друзья взять материалов из озера что кажется он даже не разозлился настолько этот вопрос застал его врасплох на уродливом покрытым сплошными костяными наростами лица отразилось лишь искреннее удивление просто назови свою цену любая цена в обмен на небольшую порцию супа из озера назови своих друзей скажи где они как тебе такая цена кажется он не согласен на сделку я пойду и узнаю согласны ли они на такую цену не успел я сделать шагу назад как охранник отбросил виллы на секундочку в сторону и метнулся ко мне пресс а ну все не такие уж они и друзья раз послали себя сюда как их зовут где они я я я не знаю не помню и без того заполнена оттенками красного мир налился багрянцем кровь застучала в висках краем глаза я заметил как кай вышла из пещеры опустилась на колени и подползла краю озера она свесилась вниз и принялась всасывать в себя жидкое месиво складки плоти на ее теле раздулись превращаясь мешки ах ты зараза блин она просто нас выслала ну я так и думала на самом деле она нас просто выслала как подставу чтобы отвлечь черта а самой просто-напросто покушать бы смотри на меня я вырвать тебя легкие и вставлю вместо них кишки будешь гадить носом если не расскажешь я попытался ответить но когтистая лапа сдавила горло слишком сильно раздувшаяся кай жирная личинка уползла обратно в пещеры оставляя за собой влажный след на полу учиться на чужих ошибках да теперь понятно опрямой уважаю за это получишь легкую судьбу шая хрустнула постав послав последнюю вспышку боли в мозг демон одним движением отбросил меня прямо на середину полимерного озера страшная боль поглотила весь мир заменила его собой боль вместо звуков боль вместо запахов и невозможно привыкнуть вместе с ней невозможно думать но постепенно боль уходит не стихает не ослабевает просто исчезают все части тела что способны ее ощущать тело делится на части но все понятно друзья мы с вами опять становимся частью полимерного озера мы уже были части полимерного озера и в общем-то и так понимаю что мы опять становимся топливными баками опорами хлебом кровью водой сталью бетоном мы становимся гордым да это полимерное озеро нас уже была эта концовочка вот поэтому мы возвращаемся с вами к этому моменту не понятно что но надо вообще-то правильная у меня как говорится вы всегда доверяйте своему первому мнению первому впечатлению вот у меня захотел хотелось мне сдать кай так и надо делать спасибо неожиданный охранник ты действительно мне помог по мне помог понять я не могу быть частью жесткого и разрушительного плана каким бы выгодным для меня он не был я пришел чтобы сообщить о готовишь готовившимся преступлении что кое-кто хочет украсть материалы из озера то где какая награда будет мне за эту информацию участь тебя опять спросит полимерного озера где мы свернули не туда не сломанные ноги подойдут что еще он может мне предложить он сам такой же раб этого места как и я только рогов больше подойдут воровка волн в той пещере и демон метнулся ко входу я поспешил за ним я проскользнул за спиной демона уставившись в пол лучше не видеть как он хватает кай лучше не видеть ее взгляда моя вина мое предательство ну дружочек на самом деле если б не ты предал то она тебя предала поэтому эх благодаря этому предательство множество людей проживет в комфорте города еще некоторое время блаженном неведении а жесткой изнанки их мира значит я предал кай не напрасно не помогает отговорки не помогают не разбирая дороги кричая захлебываясь от слез я побежал вперед и вглубь еще дальше глубины а туда где мне самое место о и мы пришли туда же откуда и вышли немыслимым образом вернулся к тому с чего начал где-то здесь я встретился с лошадью надеюсь она ушла домой или у нее если бы то есть дом а сколько волнение сколько движение все впустую я не могу пойти обратно в шахты только не обратно еще одна рабочая смена и я больше не встану пойду на корм зубу может быть это неплохая судьба может быть не я и шел самого начала сдаваться пойдем полимерное озеро ноги словно приросли к месту судьба судьбой но идти и на встречу я совсем не хочу постою здесь хоть немного хоть чуть-чуть в этом месте не бывает покоя я не помню что такое тишина неразборчивый гул и гомон живых стен захлестывает уши с порядочное движение сотен друг чужих глазных яблок поднимают волосы на моем затылке дыбом глазики стенах и все же тут я ощущаю спокойствие пусть только мгновение пусть я сам себе выдумал этот покой но еще чуть-чуть скоро пойду вот вот прямо сейчас молодой человек не стойте столбом не загораживайте мне вид что кто я завертел голову головой по сторонам неужели вернулась проклятая лошадь вид на кого здесь никого нет никого довольно громкое заявление в таком месте здесь есть все это место буквально состоит из кого-то где-то кто-то казалось голос исходил прямо из стены за моей спиной кто-то застрял в плетении живого мяса ему нужна помощь все еще никого привычный беспорядок безумная мозаика сплавленных вместе частей тел захлебывающийся слюной рты бесцельно клацают зубами во многих даже нет языков привычно да но кто же тогда говорил о этот рот сомкнут в напряженной судороги над ним бугристый вырос носа и две щелки глаз удивительно неподвижные большая редкость для этих стен подозрительно невозможно неподвижные это же лицо я вижу тебя это ты говорил молчит наверное ошибся значит можно постоять здесь еще немного из всего необъятного пространства пещер ты выбрал именно это место для того чтобы вырасти здесь в пол о господи еще одно наказание для меня то тебя прислал франк обалдеть это он он говорит нет 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 никто меня не присылал я сам пришел опять молчание смошенное лисо без тела не горит желанием общаться странно казалось бы что еще может делать меня зовут джосайя а тебя петер петер но ты можешь звать меня кирпичом как тебе будет понятнее так тебе будет понятнее подожди петер но мне совсем не понятно почему кирпич кирпич в основании этого мира но я не я это придумал так что не спрашивай а теперь уйди будь добр уйти ну куда я не хочу уходить кто знает на что еще я могу наткнуться тут все знакомо мирно как ты тут оказался где твое тело это долгая история я я очень не хочу чтоб ты тут задерживался но мне больше некуда идти его и без того уродливое и смятое лицо исказилось еще больше казалось он пытается отвернуться в стену закатиться как огромное глазное яблоко конечно же у него не получилось кто-то как ты создал этот мир если я отвечу то уйдешь да конечно я собрал не моргнув и глазом в конце концов что он не сделает если я не уйду укусит ладно ладно я был ученым знаешь что такие ученые нет может и знал но теперь не помню конечно не помнишь это люди выдвигающие различные теории об устройстве мира а потом пытающиеся их разрушить стать теория которую разрушить не получилось временно признается правды пусть и это тот самый петер ученый же венгер который есть он и есть этот главный как его главком глав инженер вот тебе какая судьба то уготована ай-яй-яй понятно тогда я тоже немного ученые кирпич издал скрипучий прерывистый кашель из его рта вытекла нитка слюны очень смешно кто тебе это сказал лошадь она сказала что я придумал теорию лесов стене внезапно перестала кривиться в ухмылке и уставилась на меня ты смог придумать что-то что его впечатлило а ты знаешь лошадь интересно знаком с лошади да он сказал что это отличная идея он хотел бы ее обсудить еще немного но нам нужно было идти любопытно но позволю в этом усомниться могу ли я услышать тезис этой теории коллега кажется он издевается не верит мне почему-то это оказалось неожиданно обидан обидным я не вру лошадь сказала что я сказал что пленка это кон конь конгломерат это давно известно собрание слияния союза нет 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 консенсус консенсус групп голосов у разных групп разные интересы и желания и одна из групп хочет чтобы город существовал пусть а лошадь это не кимли но он говорит про нее он а другая группа хочет ее его захватить у них конфликт внутренний конфликт пленки это мне кай сказала звучит довольно глупо с досадой очистный стукнул его киркой какое мне дело до того что он думает глупый комок плоти он тут глупый я замолчал выпрямился и застыл скрестив руки на груди он хочет чтобы я ушел теперь я не свинку с места ослышав тебя пробуждается чем дальше тем больше человеческого вместо того чтобы рассердиться кирпич принялся крутиться часто моргать и что-то бурчать себе под нос спустя мучительно долгую паузу наполненную тихим бурчанием он начал говорить громче группа голосов сеть из групп конечно же нет единого сознания но нет и голосование только общий консенсус как ты сказал решение близкое большинству становится стремлением желанием нет 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 внутренний конфликт должен только при абсолютном равенстве стремлении возможен это абсурдно невозможно какие шансы я не понимаю чем ты говоришь я говорю что равновесие между стремлением сохранить город и захватить его слишком стабильно жизнь не экономическая теория не биржевой график даже на бирже сходящиеся треугольных давления быков и медведи рано или поздно пробивает в одну сторону из кого и кого это такие прозвища а не важно когда позиция настолько стабильно значит она выгодна это не конфликт город нужен пленки ни одной из групп а всей всему консенсусу чем город вот интересно зачем вам город все-таки он заинтересовался моей теории значит я ученый зачем нужен вот именно вот это очень правильный вопрос коллега можно построить теорию город это не внутренний конфликт пленки это ее внутренний голос рефлексия совесть если позволить такую поэтичную метаморфозу пленки нужно отражение в зеркале партнер в тренировочном матче нужен конкурент для обучения пленка не хочет уничтожить город она просто развивается это эволюция это путь вперед а где путь вперед там надежда его голос изменился исчезла на треснутая крепота слова зазвучали ясно и четко кирпич смотрел на меня но как будто общался обращался к целой толпе теперь нам нужно разрушить эту теорию сам так сказал потому что мы ученые надо конечно теперь настало время эксперимента загоревшийся и возбужденный он вдруг бессильно повис и обмяк как будто его прокололи и выпустили всю кровь время эксперимента уже давно прошло все потеряно разрушена из-за человеческой жадности и глупости только тоски в его голосе столько безнадежности только что мне хотелось его ударить теперь сердце жалость от жалости чем я могу его утешить мы не можем провести хотя бы маленький эксперимент может быть мысленно нет нет это это не имеет смысла теория без практики мертва а какой эксперимент мы бы провели если бы могли если наша теория о консенсусе и обучение с противником верно то если освободить пленку она не уничтожит город она потащит его за собой будет поднимать до своего уровня чтобы сохранять подходящего соперника вроде уже это видели может быть это и есть ее главная цель а почему мы не можем провести этот эксперимент звучит довольно просто некоторое время кирпич только пялился на меня молча открывая и закрывая рот выпустить пленку невозможно она просто взорвется экспотенциально разрастется пока не уничтожит всю биосферу но ты же сам сказал что она сохранит город подтянет его до своего уровня безумие просто безумие как ты себе это представляешь половина планеты сплошная биомасса а вторая пела половина человеческая цивилизация привычном виде и это только начало развития я не представляю себе ничего из перечисленного но наверное да кирпич расхохотался так неожиданно что я подпрыгнул на месте он смеялся и смеялся искренне и чисто пока на его глазах не выступили слезы невольный я и сам стал улыбаться сам не знаю почему чтоб тебя черт и взяли джоса я никак не могу решить кого из тебя сделала стирание памяти ребенка или просветленного бы быть вот из саду подозрите а тут ли это петра которым я думаю ну ладно подписат вот так подписатку черта почему бы нет почему нет а я прав коллега ну конечно почему бы нет интересно чем это хочешь эксперимент будет эксперимент я открою тебя путь хотел бы я пойти с тобой но у меня тут есть кое-что пройди дальше по коридору ты увидишь особенные двери думаю ты поймешь когда увидишь сам войди в них жми на кнопку со стрелкой вверх не выходи из дверей пока не ослепнешь от белого света если света нет жми кнопку снова но 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 я не хочу слепнуть там тебя встретит если нет по броди по округе они найдут себя рано или поздно расскажи им про нашу теорию консенсуса и обучение с консенсусом надеюсь ты помнишь что о чем мы говорили и скажи им что глав конструктор приказал выпустить себя наружу нетронутым качестве эксперимента запомни это очень важно для тебя вернуть сюда по частям до глав конструктор петер вот так вот спасибо не за что тебе спасибо ты вернул мне надежду пусть безумную пусть я хватает заслонника ну что мне еще остается а теперь иди скорее пока я не струсил и не передумал он покивал головой в сторону замолчал крепко сжав веки и губы я отбежал в коридор и оглянулся лицо мгновенно затерялась в хаосе растворилась живом узоре как будто и не было этого разговора единственным следом доказывающим что мнению не почудилась осталось только волнение переполняющие сердце холодный пот на ладони и неистовое бурление стен словно заразившихся настроением он сказал идти дальше по коридору особенные двери внезапно я обнаружил что у меня снова появилась цель долго идти не пришлось это опять лифт стена горячей и влажной плоти разошлась огромной воронкой края это дыры судорожно подергивались стремясь соединиться обратно но напрягшиеся и разбудшие мышцы удерживали их на месте идеально прямые линии дверей резали глаз их монотонность зудела в мозгу мелким мерзень мерзеньким страхом холодная металлическая пасть ловушка нет 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 это выход наверх я не должен бояться не давая себя больше времени на сомнения я ткнул острием кирпи черную кнопку опалдеть лифт челюсти стальной пасти разошлись хриплым скрежетом а это свет невыносимая белизна словно отобрала у меня часть мира зачем нужен свет на который невозможно смотреть и дала когда он привык конечно к темноте и мы опять в лифте только уже другом состоянии перед тем как нажать на кнопку я поглянул в сторону пещер что-то подсказывало что я могу их больше не увидеть отсюда коридор казался совсем темным желтые гнадячки потускнели как будто пленка стыдилась себя и не хотела чтобы ее видели при ярком освещении в голове возникла такая абсурдная мысль что я чуть не рассмеялся прощай я буду скучать двери закрылись сами собой я справился с приступом паники и принялся оглядываться кнопка со стрелочкой вверх а вот она кирпич не соврал по крайней мере в этом у нас нету выбора нажимаем кнопочку со стрелочкой вверх пол толкнулся в подошвы от неожиданности чуть подогнулись колени за стеной заскрежетали и выли металлические голоса машин такой мелочи меня больше не напугать мышцы ног начали подергиваться от усталости я не выдержал и уселся прямо на пол же высоко находится город это ловушка ловушка тесная комната с блестящими стенами никуда не движется машина держит ее когтистыми лапами и кричат чтобы свести меня с ума я застрял здесь навсегда двери за разошлись именно в этот момент когда высохли слезы я бросился к выходу но резко остановился нельзя туда ходить тебе сказали только там где свет а здесь темнота темнота и тишина настоящий существование которых я уже успел забыть нет щебетания плоти нет движения жаркого воздуха только странный запах от которого свербит в носу сердце наполнил неподдельный страх что там за черным занавесом и что важнее кто там не нельзя выходить кирпич сказал что выйти можно только после того как я слепну но я не хочу слепнуть я сильно подозреваю знаете что естественно надо нажать кнопку со стрелочкой и так далее мы с вами что сделаем мы опять сами здесь делаем сохранку вот и просто проверим что будет если мы выйдем в темноту мне кажется там опять часть у нас схватит и отправит суп на либо мы найдем те самые данные архивные которые мы уже читали давай выйдем в темноту да так и есть холодное и сухое помещение настолько сухое что кожу болезненно стянуло дальняя стена теряется во мраке да и есть ли она вместо стены могла быть дыра в огромную и непроглядную черную пустоту от таких мыслей по спине побежали мурашки я прошелся по комнате стараясь не отходить слишком далеко от раскрытых дверей смутно знакомая форма прямоугольные твердые и холодные когда-то я имел дело с такими может быть даже был здесь но сейчас здесь никого нет совсем никого мне нечего здесь делать отсюда пусть только вверх или вниз стальная ловушка терпеливо ждет свою единственную жертву раздвинув ровные без зубы челюсти вот так вот у нас любопытство повело нас дальше выдержу ли я еще одну поездку что если она кажется длиннее я должен это всего лишь пытка скукой и ярким светом и тесными стенами и жестким полом от которого на теле остаются синяки ну да он привык по мягкому ходить лучше об этом не думать скорее же тарел за стеной прекратился пол перестал трястись и толкаться я поднял голову с пола и замер напряженно прислушиваясь не могло же это устройство умереть я скорчился на полу прижав к обожженным глазам ладони и поскуливая чертов кирпич я вернусь к нему и выступившие слезы смыли боль и выпали вместе с ней на ладони горячими каплями я думала глаза выпали я не слеп по крайней мере не навсегда а даже мне больно смотреть ладно это голограмма кирпич предупредил о свете но он забыл рассказать о цвете прямые линии кругом твердые сухие и холодные зрелище уже почти привычное пусть и мучительное но они были всего лишь рамы для невыносимо яркого света цвета с трудом я нашарил бы заранены и разбитой памяти правильные слова синий голубой яркое солнце и чистое небо забери меня обратно под землю плоть окрой своим тяжелым одеялом и больше не выпускай в этот безжалостный простор иначе и упаду вверх в эту бездонную пропасть и больше никогда не найду путь назад нет нельзя смотреть вдаль нельзя смотреть вверх нужно сосредоточиться на том что рядом тогда я смогу идти я не выдержала прикрыл глаза козырьком ладони да так то лучше кирпич сказал что меня встретит но тут никого нет воздухе нет запаха жизни нет звуков чужого дыхания не слышно голосов нужно побродить по округе но такое простое дело теперь выглядело настоящей пыткой невыносимо твердый холодный пол бил прямо по пяточным костям в ответ на каждому шаг да он же считать голым мясом ходит немного придохну в этой маленькой комнатке поэтому на рельс это тот самый монорельс но на самом деле друзья мои я так понимаю что это не голограмма то есть нашему герою удалось подняться над куполом который закрывает город вот это поворот неужели действительно он сможет выйти ух дух захватывает от этих мыслей но мы об этом обо всем с вами узнаем следующей серии друзья в этой позвольте с вами распрощаться я сама заинтригована совсем-совсем скоро мы посмотрим что же будет дальше всем кто посмотрел эту серию огромнейшее спасибо друзья не забывайте подписываться комментарии лайки колокольчики всего вам хорошего и пока пока пока